Жители Тверской области могли остаться без своих домов. Видео пожара, который чуть не уничтожил жилые постройки, выложили зубчане в социальных сетях. Как нужно себя вести в случае чрезвычайной ситуации, выяснила наша съемочная группа. Это видео сняли зубчане сразу после того, как опасность для жилых домов миновала. С такой ситуацией по весне сталкиваются во всех районах Верхневоложья. Чаще всего возгорание сухой травы – дело рук человека. Существует ошибочное мнение, что жечь прошлогоднюю траву полезно для природы. Но на самом деле это не так. Сжигание травы вредит земельному покрову, вредит экосистеме земли и другие обстоятельства также негативные возникают. Это лишь немногие последствия пала травы. Чаще всего неконтролируемые поджоги приводят к более печальным последствиям. Горят леса, поля, в огне погибают животные и птицы. Жаркое лето 2016 года помнят все жители Тверской области. Тогда массовые поджоги, сильные порывы ветра и отсутствие дождей привели к небывалым возгораниям. Почти во всех районах был установлен четвертый класс пожарной опасности и введено ограничение посещения лесов гражданами. Именно из-за человека тогда сгорели десятки гектаров леса и сотни домов. Огонь перекидывается на постройки и посредством сильного ветра распространяется на соседние дома. В результате происходит непоправимая беда. Вот такие случаи у нас были в 2016 году. Это был, как я уже напомню, Кашинский район. Это был Кимирский район в 2015 году. В Зубцовском районе также произошел серьезный пожар. Практически целая деревня была уничтожена. Чтобы избежать трагедии, сухую траву ни в коем случае нельзя сжечь на земле. Лишь в противопожарных емкостях, например, в металлическом баке. Рядом с жилой постройкой всегда должна быть емкость с водой. Нарушителей ждет административная ответственность. При причинении крупного материального ущерба наступает уголовная ответственность до одного года лишения свободы.